Вчера был такой информационный взрыв у нас в связи с теми действиями, в которых оказались замешаны два известных футболиста. Член исполкома РФС, зампредседателя Госдумы Лебедев дал оценку осуждающую эти события. И я несколько раз всем каналам, кто просили, дали. Другое дело, что мы должны посмотреть, что это новое поколение, оно выросло в каких условиях? Каждый день на всех телеканалах насилие, алкоголь, наркотики, наручники. Поэтому общество тоже должно понимать, это какое поколение? Это вот те дети, которые были детьми в конце прошлого века. И вот им сейчас за 20, 25, 27, 30. Но мы же их сами породили, мы сами показывали, как гуляет, так сказать, золотая молодёжь. Все эти репортажи-то на них, на их молодой мозг действовал не как отрицательное, что вот так можно жить. Поэтому в этом плане, чтобы комментаторы правильно понимали, что мы говорим, что да, обязательно они будут наказаны, но есть ещё ответственность общества, есть ответственность РФС, который, видимо, не занимается воспитательной работой, клубы, не занимаются. Только деньги, 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 деньги. А когда большие деньги, их надо тратить. А тратят, как обычно, это кабаки, рестораны и различные клубы. Поэтому здесь, это наше с вами общество. Поэтому осуждать, сажать легче всего. При Сталине миллионы расстреляли и посадили. И где страна? Это та гражданская война, которую организовали Ленин, Троцкий, Сталин. Репрессии, которые были при Сталине. Это внуки родились тех, кто сегодня могут себя вести не так, как бы нам хотелось. Поэтому их наказывать, но и делать выводы для общества. Сегодня у нас отчет министра промышленности. Не очень хорошо, что Минпромторг выступает за отмену запрета на продажу пива на стадионах. И Минспорт поддерживает. Мы категорически против этого. Минпромторг также не возражает, если будет продажа алкогольных напитков на АЗС. Минздрав против. И мы будем поддерживать Минздрав. У нас статистика есть. Началось снижение лиц, употребляющих алкоголь. Надо это продолжать. Нет, кому-то невыгодно это. Кому-то хочется опять, чтобы у нас росло число лиц, которые страдают пристрастием к алкоголю. Мы хотим обратить внимание министра, что многие предприятия в нашей стране выпускают хорошую продукцию. Но рынок завален китайской. Потому что там она дешевле. Потому что там государство датирует ее производство. И мы снили, нулевые ставки сделали по импорту этих изделий. А когда мы экспортируем нашу продукцию, там, Китай, Бразилия, другие страны, 6-8-10% ставки. Ну, конечно, наша продукция будет невыгодна для экспорта. Это вот касается Руселпром и Интерэлектромаш. Это Владимирская область. Я там был, и представители этих предприятий обратились. Что они готовы и выпускают хорошие электродвигатели. Но о них ничего наша пресса не говорит. А стоит кому-то морду набить, весь день будут разговаривать. И не первый раз уже. У нас в год 50 тысяч драк происходит. Что про другие драки мы не сообщаем? Сообщайте день и ночь про другие драки. Показывайте суды, наручники. Вообще страна рухнет. Если вся молодежь будет в тюрьмах сидеть и с наручниками, и в кино смотреть, то же самое. Поэтому надо вводить симметричные таможенные ставки. Водяные фильтры тоже. Все импортеры, кто заводит нам водяные фильтры, ноль. Ставка на ввоз. А для наших экспорт российских таких же товаров, тот же Китай, и Бразилия, и страны ЕС. Ставка есть. То есть делают так, что наши хорошие двигатели не выгодно экспортировать, а выгодно завозить дешевые и плохого качества товары из азиатских стран. Это неправильно. Как и, допустим, тот же Ковров Владимирской области или Псковская фабрика выпускают дешевый костюм. Вот у меня костюм очередной. Вот написано. Сударь, вот, видите. А все магазины с забитой итальянской одеждой, турецкой, ну, всех стран мира. А наши, Псков или Владимир, или другие фабрики дешевые и хорошие костюмы, социальной рекламы нету и поддержки нету. Тоже нужно что сделать? Ввести пошлины, навоз, текстиля, одежды, обуви. Тогда будут покупать наши товары. Что вы там стоите, сюда пройдите, на обочине, в клубику. Сюда, вот сюда пройдите, чтобы вас видели ваши лица. А то, как слушатели, вы участники. Ну, вот сегодня у нас в числе других вопросов в повестке дня президентская поправка о сохранении льгот для пенсионеров, предпенсионеров. Мужчины 60 лет, женщины 55. Сохраняется льгота по налогам на земли пользования и имущество. То есть они не отменяются, сохраняются. В этом плане, кто вступит в предпенсионный возраст, он будет пользоваться льготами как пенсионер. А это имеет значение, у кого дома в сельской местности или какое-то имущество. Эту поправку мы поддержим. Как и поддержали те 9 или 11 поправок. 9 поправок президента, которые улучшили закон по пенсиям. Но и в первом, втором и третьем чтении концептуально мы не поддержали закон. Но те поправки, которые улучшают, мы обязательно поддерживали и будем поддерживать дальше. Ну, у нас есть такое событие, о котором уже почти не пишут. Камчатка, где впервые за 110 лет пришло огромное количество рыбы лососевых. Такого не было никогда. И опять негатив. Вот контрабандисты там, браконьеры. Икра прямо из ведер льется по улицам. Рыба выпотрошенная валяется. Ну, можно было бросить дополнительные силы рыбаков с Сахалина, с Приморья, с других регионов. Сохранить всю эту икру. Это же ценный продукт питания. А мы опять агрессия. Наказать, наказать, арестовать, икру в канаву, браконьеров за шкирку. Вы организуйте всё. Легализуйте всё. Чтобы люди все вышли, вся Камчатка вышла на сбор этой рыбы. Действительно, нельзя иметь мощности для той рыбы, которая раз в сто лет приходит. Ни одна экономика не выдержит. Но организуйте. Или запреты жёсткие. Или наоборот, всё легализовать. А показывать бесхозяйственность, когда рыба валяется. Я это видел в Магадане ещё лет 15 назад. Рыбзавод закрыли. Банкрот. А рыба идёт. Спарывают брюхо, забирают икру, а тушки валяются по всему берегу. Ну, что это? И рыба нужна, как мясо. В смысле, как продукт питания. Ну, вот валялась. Я думал, это был единичный случай. Теперь вся Камчатка. Рыба валяется. Ну, и в целом тенденция у нас, когда могут посадить за мешок картошки, за какой-то малозначительный проступок, а за украденные миллиарды, в том числе те банки, чьи банки были закрыты после санации или до санации, уехали за границу. Увезли миллиарды, и им ничего практически. Мы не слышали судебных процессов, чтобы сажали тех, кто украл у нас миллиарды. А вот так вот наше внимание переключают. Там это Сара Багдасарян, бедная девочка, катается. Плохо. Но она одна. Она ущерб миллиардной стране не приносит. Футболисты нельзя. Никаких драк нельзя. Но опять этим занимаемся. А в это время мосты рушатся. Амурская область рухнул мост. Остановилось движение поездов. Ущерб на сотни миллионов. Кто виноват? Бывший губернатор Козлов. Кем он стал сейчас? Министром. Это не замечают наши политологи, аналитики. Мордовия. Да. Что в Мордовии? В Мордовии тоже мост упал. В Мордовии тоже мост упал. Кто отвечает за это? Мосты падают, и ущерб огромный, и где-то могут быть жертвы. А вот прицепиться кто-то где-то там с кем-то в кафе повздорил, наказывайте, но поднимайте главные проблемы, чтобы поезда не стояли. Чтобы не было 13 жертв. Твери. 13 человек погубил. Один водитель. Они уже в морге. И это всё как бы так, ерунда там. Погибло 13 человек. Но когда где-то там известные люди, какой-то конфликт, это всё шумит. Словно нет России. Есть два человека. Мамаев и Кокорин. Всё. Других никого нет. Я был в Алуйке, где он родился, в Белгородской области. Конечно, после этой маленькой деревушки стать миллионером, у него доход 11 миллионов евро в год. Что же вы хотите? Когда 60-70 миллионов в месяц. Когда он их тратит. На что их тратит? Когда они сходят с ума от таких денег. Естественно, пойти отметить по-русски в какое-то заведение. Поэтому же другого им выхода не даём, чтобы они могли культурно отдыхать, развлекаться. Но вот упор информации вот на это. А в мосты Ружстаг, мемороком, ну поезда остановились. Там тысячи пассажиров в шоковом состоянии, в стрессовом. Из-за того, что рухнул мост прямо на Транссиб. И в Мордовии рухнул. И где-то автобус врезался. Вот это проблемы. Когда погибли люди, иногда баланс выдерживают. Обязательно наказывать всех, кто применяет насилие. Но подумать о том, что надо насилие останавливать и по другим направлениям. А мы даже не знаем, кто автор этого моста, кто этот грузовик. Он сейчас в больнице лежит. Там 40 тонн, он ехал 60 тонн. То есть перегрузил свой грузовик. Люди не могут перейти. Они жили в одной части города, в другой. И только по мосту могли сообщение. Теперь они отрезаны. От больницы, от продуктов питания. Вот проблема. Но Козлов стал губернатором в 15-м году. Вместо нашего Абрамова. И пресса не встала на защиту нашего Абрамова. Признала выборы Козлова. Сейчас снова другой там губернатор, Орлов. А нашего Ивана вытесняют. Вытеснили в Совет Федерации. То есть лучших вытесняют. Вот проблема где. И об этом никто вообще не говорит. Не то, чтобы поднять шум. Какой-то там, не знаю, Афанасьева Лена, наш сенатор. Не голосует за закон о пенсиях. Снимают с должности зампредседателя комитета по правовым вопросам. Пресса молчит. Никто ничего не говорит. Это же насилие над сенатором. Это ЛДПР. Мы решили, как голосовать. А не как укажет Матвиенко. Там есть беспартийные сенаторы. Можете ими командовать. Но у нас там 6 сенаторов. Все они от ЛДПР. Поэтому ими командовать мы не позволим. И потребуем, чтобы Елену Афанасьеву, сенатора от Оренбургской области, восстановили в той должности. Ничего пресса не сообщает. Это удар по партии. Это удар по демократии. Ничего нет. А вот драка любая сразу все везде. Ну и, наконец, здесь вот в коридорах стоим. Вот это коридор. Это место для пресс-конференции. Депутаты сидят в коридорах. Журналисты сидят в коридорах. Посетители. Это коридорный парламент. Во всем мире красивые здания, огромные залы, холлы, кабинеты. И ни один журналист ни разу не встал на защиту парламента. А расстреляли парламент, до сих пор смакуют. Сколько раз ударили, сколько погибло, что там было. Вот здесь мирный парламент, но совершенно не приспособлен для здания. И депутаты молчат. Я один поднимаю вопрос. И об этом вы молчите. Ну, что делать? Правда, приходит позже Чернышов. Да? А? Савельев, так сказать. Всё, мы закончили. До свидания.